Эта автостоянка на Енисейской рядом со стадионом Металлург много лет работала на птичьих правах. Городской земельный центр стоянку легализовал. Здесь поставили забор, нашли арендаторов. Цены не изменились, зато спокойствие прибавилось. Круглосуточная охрана несет охрану данного автотранспорта и следим за благоустройством данной стоянки. Мы с автовладельцами заключаем официальный договор. Если какие-то повреждения случаются, то, естественно, наша организация несет прописанную в договоре ответственности. Придать этому виду бизнеса цивилизованный облик поручил глава администрации города Олег Фурсов. Посчитали, около 180 автостоянок работают незаконно. В среднем ежемесячная плата для автомобилистов за пользование стоянкой 1800 рублей. Площадка на 100 мест приносит доход 180 тысяч рублей. Если стоянка нелегальная, все эти деньги идут в карман предпринимателям. Они не только не платят аренду, но и не несут никакой ответственности перед автовладельцами. 18 нелегальных автостоянок вскоре заработают по правилам. Еще 5 уже легализовали. Только от этих парковок городской бюджет получит солидную прибавку в виде арендной платы. Почти 9,5 миллионов рублей в год. На этом мы не останавливаемся. Останавливаемся, проводим кадастровые работы, подготавливаем дополнительно еще 44 автомобильных стоянки. Все они расположены вблизи улицы Карла Маркса. Результатом дохода этой деятельности будет как минимум 19 миллионов в год прибыли для бюджета города Самара. Твердое покрытие, ровный забор, пункт охраны. Признаки легальной стоянки. Районные администрации контролируют ситуацию, чтобы сомнительные платные площадки не появлялись вновь. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.